Оу, сделано в RedBarn. Вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов ТВК. И в этом выпуске мы с вами поговорим о разнице между целями и метриками. Как правильно ставить цели, как правильно ставить метрики, как вообще их не терять. В общем, у нас сегодня объемный подкаст, в котором мы внимательно в этом и разберемся. Ну что, давайте начинать. Итак, вообще цели и метрики, конечно, это абсолютно два разных понятия, которые точно понимают между ними разницу маркетолог, продуктолог, команда, которая работает непосредственно с маркетингом, продуктом и так далее. Но если мы говорим о предпринимателях, то очень часто здесь происходит сбой. Не совсем понятно, что такое маркетинговая цель, а что такое цель продукта, а что за метрики отдельные, а на что смотреть. И получается, что у нас список, за чем мы должны следить, он стремится к бесконечности. Конечно, следить за всем невозможно. А если нам еще и нужно поставить KPI непосредственно нашим сотрудникам, которые работают с чем-то, то это становится вдвойне невозможно, потому что непонятно, что же выбрать главным ориентиром. И наша задача сегодня хотя бы немножко в этом разобраться, а дальше, чтобы вы уже погрузились в свои бизнесы и точно увидели, как это работает именно у вас. У нас уже с вами был выпуск, в котором мы говорили про главные метрики, которые есть, когда мы говорим о продуктовом подходе, да и в целом вообще о бизнесе. Мы с вами говорили о том, что есть формула выручки, и она состоит у нас из нескольких важных показателей. Лиды, конверсия, первая конверсия, которая ведет у нас непосредственно к продаже, то есть к покупке. Значит, следующее – это средняя стоимость покупки и частота покупки. То есть это четыре показателя, которые однозначно у нас учтены. Если же мы с вами будем говорить о юнит-экономике, то так или иначе она вся у нас будет завязана на вот этих показателях, только с определенных. То есть у нас, допустим, будет такой показатель, как средний чек клиента за определенное время, средний доход клиента за определенное время. Или у нас с вами будут учтены там какие-то ПМ-акции, которые мы даем в начале, и как они влияют у нас на, собственно, всю нашу юнит-экономику. Также у нас обязательно, конечно же, будет учтена стоимость клиента. Или если мы с вами, допустим, будем говорить про то, что перед тем, как клиент станет клиентом, он у вас оставляет на сайте заявку, то у нас будет учтена предельная стоимость заявки. Если же это будет не стоимость заявки, а, допустим, вы по другому работаете, у вас есть приложение, тогда это будет стоимость скачивания приложения, да, тоже предельная. Поэтому это показатели базовые, которые в любом случае учтены в юнит-экономике. Если вы не слушали этот выпуск, не работали с юнит-экономикой, то я вас отправляю обязательно послушать его. Или что еще можно сделать, это просто поглубже, да, чуть-чуть разобраться, копнуть в юнит-экономику для того, чтобы уже понять, какие показатели являются базой. Ну, то есть вот от них мы никуда не уйдем. Дальше мы уже можем работать над остальными показателями. Но то, это то, что постоянно находится в нашем поле зрения, в нашем фокусе. То есть мы не должны оттуда некуда уходить, и мы должны точно понимать, как мы влияем на каждый из этих показателей. Но какая же разница между целями и метриками? Чем они отличаются? Вообще вот представьте, что цель – это конкретный результат, состояние, которое там компания или эксперт, который работает на себя, стремятся достичь в определенный период времени. У нас есть всегда несколько типов целей. То есть у нас есть бизнес-цель глобальная. Она может быть связана с миссией. Миссия – это что-то неощутимое, неизмеримое. То есть миссия, она у нас, конечно, не будет выезжаться в чем-то, но тем не менее цель, подвязанная к миссии, то есть бизнес-цель глобальная, она все равно будет, соответственно, нам демонстрировать, а к чему мы стремимся. То есть реализовывая миссию, мы, допустим, хотим таким образом чего-то достичь. Например, ну логично, что зачастую в 99,9% других вариантов, даже сейчас не знаю, но оставляю все-таки вариант на погрешное, что бизнес стремится к извлечению прибыли. То есть как бы о других целях мы здесь не говорим. Но при этом, когда мы спускаемся с вами ниже к маркетинговой стратегии, то целью маркетинговой стратегии может являться уже что-то более узкое, потому что маркетинговая стратегия, ну понятно, что мы в любом случае говорим о том, что маркетинговая цель, она будет лежать внутри бизнес-цели, но она, маркетинговая цель, будет охватывать уже период более узкий. То есть мы уже будем говорить не в целом о десятилетиях, а мы будем говорить о периоде, допустим, как один год, и, соответственно, на один год мы можем ставить определенный вектор. То есть если мы понимаем, что в рамках бизнеса нам нужно увеличивать прибыль, и для этого мы сейчас для диверсификации выходим на новый рынок, например, условно открываем компанию где-нибудь в Дубае, то таким образом маркетинговой целью у нас может быть сейчас освоение нового рынка, и это должно измеряться в каких-то конкретных показателях. То есть мы хотим привлечь, например, такое-то количество пользователей, условно, или такое-то количество клиентов. То есть таким образом мы будем спускаться от бизнес-цели к маркетинговой цели. И это мы тоже должны понимать. Но в любом случае цель – это вот прям конкретный результат. То есть примеры целей – это увеличение дохода, например, увеличить доход на столько-то процентов в следующем квартале, привлечение пользователей. Мы, допустим, хотим в таком-то периоде привлечь столько-то пользователей, увеличить уровень удержания клиентов до такого-то процента тоже в течение какого-то периода, и так далее, и так далее. Переходя теперь к теме метрик. Метрика – это же количественный показатель, который, по сути, используется для измерения прогресса и успеха в достижении целей. То есть метрика позволяет отслеживать выполнение целей. То есть у нас, представьте, что цель – это пирог, а метрики – это у нас такие небольшие кусочки. Мы вот взяли пирог, разрезали на кусочки, и таким образом мы понимаем, что вот при помощи метрик, соединяя их между собой, мы получим большой пирог. Вот примерно так, да, можно такую аналогию здесь взять. Какие могут быть примеры у метрик? Допустим, ежемесячный доход, средний доход на пользователя, не знаю, количество новых регистраций, количество активных пользователей в день, да, это если мы с вами говорим про приложение, процент пользователей, которые продолжают использовать продукт через определенный период времени, то есть удержание, как долго они удерживаются в нашем продукте, количество сеансов на пользователя, среднее время, проведенное в приложении, и так далее, и так далее. Опять-таки, очень узкие уже есть метрики. То есть какие различия есть между целями и метриками? По сути, цель, она у нас описывает желаемое состояние или результат, а метрика, она у нас как бы уже оценивает прогресс в достижении этой цели. То же самое, да, теперь по-другому. Если цель – это конкретно измеримое достижение, то метрика у нас – это больше уже количественный показатель. То есть если цель – увеличить доход в следующем квартале, то метрика – это ежемесячный доход, средний доход на пользователя. Итого, давайте с вами запомним, что цели определяют, что нужно достигнуть, а метрики измеряют, насколько хорошо выполняются цели. И теперь, понимая это, мы также понимаем, что когда мы пишем педоктовую стратегию, макетинговую стратегию, то у нас есть глобально большая цель, она одна. Не нужно здесь писать, пожалуйста, очень много целей, потому что это как раз-таки хаос. У нас всегда в конкретный промежуток времени есть одна цель. И для того, чтобы мы достигли этой цели, мы должны с вами прописать несколько метрик, которые мы будем отслеживать. То есть вот мы точно поймем, что мы достигли этой цели, если у нас вот эти метрики будут равны вот этому и вот этому. И таким образом мы уже начинаем отслеживать, как нам поработать с вот этой метрикой, как с вот этой и как с вот этой. У нас формируется очень четкий план, и работая с каждой из метрик, мы в итоге получаем этот большой классный пирог, который, собственно, равен нашей цели, и мы ее достигаем за тот период времени, который мы, собственно, себе и прописали. Несмотря на то, что тема целей кажется достаточно банальной, каждый предприниматель понимает, что мне нужно зарабатывать деньги, или мне сейчас нужно сделать вот это. Тем не менее, мы замечаем на практике огромное количество ошибок, которые бывают при формулировании цели. О чем мы с вами говорим? Даже если мы затронем такую, казалось бы, неизмеримую тему, как миссия, когда при смене миссии компания начинает полностью идти другим путем, у нас с вами есть такие кейсы, например, взять тот же фейкл, когда, по-моему, в 2017 году они сменили свою миссию и сказали, что теперь наша задача делать не просто так, чтобы люди общались, а объединять людей и стали делать очень большой фокус на сообщество. Да, то есть сама миссия, она задала вообще вектор движения. То когда мы с вами говорим о целях, потому что цели, несмотря на то, что они находятся, по сути, ниже миссии, они являются более конкретными. Так вот, формулирование этой цели, оно может значительно повлиять на то, как будете работать вы, какие задачи будет ставить ваша команда, и на чем в итоге вы будете фокусироваться. Давайте какой-нибудь пример здесь, почему же это так важно. Вспомним, например, конкуренцию Netflix и Blockbuster. Для тех, кто не знает, что такое Blockbuster, это, по сути, был, знаете, такой предшественник Netflix. Это была компания, которая предлагала услуги по аренде фильмов, но у них очень сильно с Netflix вообще отличались подходы, продуктовые стратегии и так далее. И Blockbuster, он на самом деле был такой основной компанией, а Netflix уже пришел как бы на замену, получается вот так. И, конечно, они начинали сразу, никто там тогда еще не говорил о диджитализации, то есть, по сути, они просто фокусировались на аренде DVD физических видеомагазинах. Помните вот это время, когда все приходили и могли либо купить, либо арендовать, собственно, диск и посмотреть дома какой-то фильм. Так вот, Blockbuster был просто номер один в этом. И какая здесь была проблема вообще у Blockbuster? То, что несмотря на то, что у них стояла очень понятная цель, у продукта, да, то есть, они хотели, собственно, сделать так, чтобы люди могли арендовать DVD, у них были проблемы, которые, в принципе, очень сильно убивали этот продукт. Почему? Потому что, когда мы говорим с вами о продуктовом подходе, у нас есть очень такой понятный показатель, как ожидание клиентов от продукта. То есть, у них есть какая-то проблема, которую они хотят решить, и есть продукт, который эту проблему решает. Они хотят, чтобы здесь был полный мэч. Если полного мэча нет, тогда, соответственно, вылезают какие-то разочарования. И разочарования здесь однозначно были, потому что были проблемы у самого Blockbuster. Например, у них были очень высокие штрафы за просрочку, и это очень сильно раздражало клиентов. Был как-то кейс о том, что человек там заплатил, по-моему, 40 долларов за просрочку, когда он сдал не вовремя DVD-диск, написал об этом везде. И, собственно, это вызвало прям шквал недовольств ее от других клиентов, которые сказали, что это неадекватно и так вообще быть не должно. Ну, и у них в целом была низкая гибкость к изменениям на рынке. Они не так быстро пошли в Digital, то есть они держались в своей модели и, собственно, не хотели, ну, были ригидными, да, по сути, то есть они не хотели менять это. Netflix же, они гораздо быстрее менялись, то есть, по сути, они начали с аренды DVD по почте, но как бы быстро адаптировались к изменениям, сосредоточились на стриминге. И даже тут, смотрите уже, то есть они начали с аренды DVD по почте, то есть они пытались вот этот вот Product Marketing Fit, ожидание клиентов от продукта и ценности, которые они дают, сделать выше, да, то есть они пытались сделать так, чтобы человеку, ну, если он хочет посмотреть фильм, он хочет ослабиться, чтобы ему вообще не нужно было напрягаться, можно было бы сделать это проще. И тут, конечно, они пошли другими шагами, потому что у них была другая цель у продукта. Они, по сути, стали вкладываться в технологическую инфраструктуру для стриминга, они стали инвестировать в создание оригинального контента, да, то, что мы сейчас видим, что у них огромное количество своих сериалов, и причем сериалы очень крутые, с крутыми актерами и так далее, и так далее. Вот, поэтому Blockbuster и Netflix – это, знаете, идеальный пример того, как просто команды, сосредоточившись на разных целях, одни, по сути, удерживали текущие позиции, для них было важно сохранять продукт в текущем виде, а другие сфокусировались на, собственно, ожиданиях, да, целевой аудитории и пошли вообще иным путем. Одни умерли, другие выстрелили, и сейчас эта компания, как мы знаем, там, с точки зрения фильмов, да, она у нас номер один, просто top of mind. Так вот, есть и другие, конечно, примеры, тоже вспомните, MySpace и Facebook. MySpace, не знаю, сейчас кто-то использует вообще, да, или нет, использовал ли, ну, понятно, что остается номером один, и, в принципе, здесь история была абсолютно такая же, то есть у них были абсолютно разные продуктовые цели, и таким образом это критически повлияло в итоге на результат компании. То есть так или иначе, у нас с вами вверху всегда есть миссия, у нас есть стратегия компании, у нас есть маркетинговая стратегия, у нас есть продуктовая стратегия, план развития продукта, и вот так далее, и так далее. То есть мы спускаемся ниже, и получается, что у нас цели становятся все более детализированными. И да, когда мы действительно строим эти цели, мы должны идти сверху вниз, то есть, конечно, мы начинаем от миссии, а как мы с вами можем прописать сейчас продуктовую цель, если мы вообще не понимаем глобально, а для чего мы это делаем. Но при этом, когда мы с вами начинаем измерять и говорить о метриках, то мы должны идти снизу вверх. Когда у нас с вами что-то не улучшено на моменте продукта, мы с вами не можем говорить о том, что у нас сейчас там с миссией, давайте ее пофиксим. Это тоже абсолютно неправильный подход, потому что так мы видим зависших в идеях предпринимателей, которые, знаете, вместо того, чтобы действительно улучшить то, с чем их клиент взаимодействует напрямую, то, где самый большой гэп, где больше всего отваливается у людей, потому что им что-то не нравится, не подходит, не удовлетворяет их ожиданиям, то есть у них отваливается там очень много людей, вместо того, чтобы убрать этот гэп, да, сделать там, выровнить все, чтобы все было нормально, а предприниматель идет в высоту и говорит, так, подождите, давайте мы сейчас будем захватывать новые рынки, делать новые продукты и так далее. Пока, допустим, не оптимизирована мобильная версия сайта, да, что вообще там база, которая должна сейчас быть выполнена. Поэтому запоминаем, что стоим вверху, но оцениваем всегда снизу вверх, то есть метрики, мы не начинаем работать с метриками какими-нибудь, которые там находятся на уровне в целом бизнеса. Бизнес-цели мы сначала начинаем снизу. Если же мы с вами говорим о том, а как ставить эти цели, то чаще всего в продуктовом подходе используется очень, опять-таки, простой подход, который называется OKR, это Objectives and Key Results. То есть, по сути, это методика постановки целей и ключевых результатов. Как я сказала уже, у нас есть одна конкретная, значимая, вдохновляющая всю команду цель. Она не размыта, она очень сфокусирована по времени, и команда ее точно понимает. Эта цель у нас отплясывает уже от бизнес-цели. И для того, чтобы эту цель достичь, мы должны прописать какие-то метрики, ключевые результаты, которых уже может быть несколько. То есть, если у вас задача захватить новый рынок, то как вы поймете, что вы захватили его? То есть, допустим, вы привлечете столько-то пользователей в приложение, у вас будет такая-то конверсия из людей, которые зарегистрировались в приложении, в первую покупку, и такое-то количество людей, которые будут делать повторные покупки. Или, например, средний доход, который вам принесет пользователь за такое-то время. То есть, здесь вариативно. Но у вас может быть несколько метрик, которые вы уже будете отслеживать. И, по сути, вот эта вот технология, она про это. Поэтому учтите, что когда вы пишете продуктовую стратегию или маркетинговую стратегию, вам не нужны другие методики. Вы просто используете вот этот OKR, Objectives and Key Results. И от этого уже, когда вы прописали себе ключевую цель и метрики, вы уже выбираете, допустим, модель, по которой вы будете достигать этого. То есть, команде, конечно, удобнее не когда это просто записано в каком-то документе и как-то условно, да, оно просто есть, а когда они точно понимают, какой все-таки фреймборк вы используете для того, чтобы достигать этой цели. То есть, будете ли вы двигаться по Scrum, или будете вы использовать Agile, или будете вы использовать Lean. Ну, то есть, как у вас будут ставиться все вот эти задачи и эти метрики разбиваться на конкретные действия. Поэтому это тоже вопрос, который должен себе задать, в принципе, любой предприниматель или эксперт, даже если у вас нет еще команды и вы работаете только на себя, вы все равно должны понимать, а как вы будете все-таки с этим работать. Потому что прописать себе пять метрик, которые вы будете условно отслеживать на протяжении года, не равно понимать, как на эти метрики влиять и как все-таки с ними работать. Потому что работаете вы каждый день, каждый день вы делаете действия, и эти действия, по сути, должны быть направлены на то, чтобы в итоге они привели к вот этим вот самым показателям, которые вы прописали. Если же вы не понимаете, как вы будете это отслеживать, то тогда здесь задача все-таки выбрать методологию, по которой вы будете работать. Повторюсь, будет ли это все что угодно. Здесь можно Kanban, Scrum, Agile, Lean и так далее. То есть здесь уже смотрите, изучайте, собственно, разные методологии, что вам больше всего подходит. В так называемых престижных ресторанах это в порядке вещей. Тебя без конца прерывают ради обстоятельных объяснений, в чем смысл кедрового орешка на твоей тарелке, нескончаемых ритуалов откупоривания бутылки и бесконечного подливания в бокал. Кстати и не кстати. Нередкость и то, что давным-давно приготовленное горячее не подают до тех пор, пока никто не жалуется. Но как только разговоры стихают и публика принимается возмущенно вертеть головами, тарелки поспешно засовывают в микроволновку. Герман Кох описывает сервис в голландском ресторане с явным неодобрением. Его можно понять. Качество обслуживания напрямую влияет на удовольствие от ужина и мнение гостей о заведении. Давно известно, что ключевым фактором успеха является репутация, и сервис ТВЭКа может в этом помочь. Каждую минуту ТВЭКа мониторит отзывы на самых популярных интернет-ресурсах, картах, отзывиках и профильных площадках. Затем собирают все данные в единый личный кабинет, где вы можете отвечать на отзывы, анализировать статистику и аналитику. Уведомления о новых отзывах поступают в Телеграм-канал. Туда же высылаются ежемесячные отчеты. Кроме того, у ТВЭКа есть книга отзывов и предложений, которая находится в каждом уголке потребителя, только в электронном формате. С ее помощью вы сможете собрать обратную связь клиентов через QR-код. Электронная книга работает просто и эффективно. Негативные отзывы отправляются в службу поддержки для оперативного решения, а положительные отзывы могут быть опубликованы в открытых источниках. Электронная книга отзывов от ТВЭКа позволяет сократить количество публичных негативных отзывов в 5 раз, а положительные увеличить в 3 раза. Такой подход делает компанию более привлекательной в интернете. Пользователи чаще ее выбирают, а это положительно сказывается на ее финансовых показателях. Сегодня ТВЭКа пользуется 3000 компаний в 13 странах мира и более 30 сфер, среди которых рестораны, гостиницы, клиники, магазины и автосервисы. Не откладывайте развитие своего бизнеса на потом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатный аудит. А по промокоду RedBarn вы получите скидку в 15%. И давайте с вами поговорим еще, какие могут быть все-таки показатели в продуктовом подходе, помимо тех, которые мы с вами уже обсудили. То есть мы с вами обсудили стоимость клиента, мы с вами обсудили стоимость заявки или скачивания приложения, частоту покупки, лиды, конверсии и так далее. Но у нас, помимо этого, есть и, допустим, ценностные показатели, которые не менее нам важны. Например, если несколько лет назад еще очень большой фокус делался на NPS, Net Promote Score, то есть оценивалось вообще, люди удовлетворены ли они нашим продуктом, то есть насколько они остаются удовлетворены, готовы ли они вообще рекомендовать наш продукт кому-то из своего окружения. То сейчас фокус уже делается не на NPS, а на другие ценностные показатели, метрики, потому что человек, повторюсь, может оставаться удовлетворен вашим продуктом, но при этом больше не покупать. То есть у него не возникают привычки использовать ваши продукты, ваш сервис повторно. И это достаточно большая проблема в современном мире, потому что человек при всей большой перегруженности, при том, что существует огромное количество конкурентов, четыре типа конкурентов, то есть человек сравнивает нас не только с нашими прямыми конкурентами, поэтому тут возникает достаточно большой перегруз у человека, Таким образом, нам нужно использовать уже не классические показатели, о которых мы с вами говорили бы еще 10 лет назад, а иные. Итак, на что обязательно нужно смотреть? Ну, конечно, когда мы с вами говорим по средний чек, то здесь желательно все-таки углубляться в этот показатель, особенно если мы говорим по юнит-экономику, то мы вообще смотрим на среднюю выучку, полученную с одного пользователя за определенный период. Называется это Average Revenue Per User, то есть так и пишется AAPU. Не знаю, хорошо ли вы понимаете, если я вот так вот говорю, но в любом случае на этот показатель вы точно сможете занести его себе в табличку и начать за ним следить. Таким образом, вы точно будете понимать, а сколько приносит вам один человек, а адекватно ли это для стоимости этого клиента, адекватно ли это для того, сколько раз человек у вас будет покупать, сколько периодов таких покупок будет, частота какая. Потому что не считая это, вы даже не понимаете, сколько денег вы можете потратить в рекламу. То есть вы будете просто вбухивать, не считая количества людей, которые вам приходят за эту, собственно, стоимость рекламы. Таким образом, не понимая стоимость привлечения клиента. Так делать, конечно же, нельзя. Что здесь еще можно выделить? Ну, как я уже сказала, это в любом случае ценностные метрики. Например, ценность для клиента у нас всегда очень важна. Это Customer Value Score. По сути, это индекс, который оценивает, насколько продукт соответствует ожиданиям, потребностям пользователей на основе их отзывов и поведения. То есть это история про то, что мы человека, по сути, да, допустим, если у нас какая-нибудь e-commerce платформа, Amazon, не знаю, Wildberries и так далее, и так далее. И мы будем оценивать этот показатель, используя оценки пользователей о том, насколько просто им вообще было найти, купить нужные товары и вообще скорость качества доставки. Таким образом, мы в целом будем понимать, насколько большую ценность для клиента мы вообще представляем. Но, конечно, важнейший показатель, о котором я бегло уже сказала и упомяну его еще раз, потому что очень важный и один из главнейших показателей это в продуктовом подходе, это Product Marketing Feed, то есть это соответствие продукт-рынок, насколько наш продукт соответствует ожиданиям аудитории, про ожидания мы с вами говорили очень много. Так вот, этот показатель, он показывает, насколько хорошо продукт удовлетворяет потребности рынка и вообще находит отклик у целевой аудитории. Это как раз-таки тот самый показатель, да, который у нас приходит на смену NPS, о котором я вам рассказала. Так вот, один из способов измерения Product Market Feed – это процент пользователей, которые заявляют, что они будут сильно разочарованы, если не смогут больше использовать продукт. Почему, да, это важно и почему это пришло на смену NPS? Потому что сами вспомните, сколько у вас есть бизнесов, сервисов, которые в целом вам понравились. Например, вы скачали какое-то приложение и вы такие, ну, блин, классное приложение или нормальное приложение. Но при этом вы продолжаете пользоваться тем, которое вы использовали до этого, или даже если вы не использовали приложение такой категории, то просто в это вы больше не заходите. Ну, потому что у вас, опять-таки, не развилась привычка или оно не стало для вас критически важным. Поэтому здесь мы точно должны понимать, что вот этот Product Market Feed – это, конечно, важнейший показатель, который действительно стоит оценивать, насколько клиенты будут разочарованы, если не смогут больше использовать продукт. Если даже мы говорим, знаете, о реалиях каких-то таких, то есть возьмем с вами не e-commerce, не приложение, да, где у нас все равно есть накопленные цифры, с которыми мы можем работать. А возьмем, опять-таки, малый бизнес, в котором там нет цифровизации и так далее. И вот я очень часто вижу, что, допустим, когда общаются с клиентами, задают такие вопросы – а что вам у нас нравится? И я очень не люблю этот подход, потому что, ну, клиент, во-первых, да, он всегда найдет, что ему нравится, если уж вы задали вопрос так. Вот, да и в большинстве, да, случаев, если мы с вами говорим все-таки об анализе аудитории вот таком, то аудитория обманывает. Не всегда только нас, она и себя может обманывать, да, но она может нам не говорить об истинных каких-то своих мотивациях. Так вот, когда мы человеку говорим, что у нас вам нравится? Конечно, человек что-то перечисляет, и нам кажется, что это, собственно, наши суперсилы, которые мы должны использовать в рекламе и постоянно в них точечно бить, да, использовать в наших кофеах и так далее. Но, конечно, это далеко от реальности, потому что в итоге человеку может понравиться, но он может больше никогда к нам не прийти. И вот когда мы задаем человеку вопрос, а насколько вы будете разочарованы, если не сможете больше использовать наш продукт, мы начинаем получать честные ответы. И тогда мы начинаем понимать, во-первых, действительно, насколько мы важны, а во-вторых, мы понимаем, а на что человек может переключиться, и мы тогда начинаем понимать наших главных конкурентов. Вообще, мы даже можем спросить про прошлое, да, и задать такой вопрос, а вот подскажите, был, допустим, предыдущий какой-то этап, на котором было логично использовать наш продукт. Ну, например, если вы готовите тортики, да, то какой-нибудь мы берем праздник, который вот был недавно. Я говорю, подскажите, а вы в этот день заказывали у нас, или, может быть, в какой-то другой кондитерской? Человек говорит, я заказывал в другой кондитерской. Здесь хорошо будет узнать, а почему человек переключился с решения вашего, которое вы предоставляли, собственно, на решение, которое предоставляла другая кондитерская. Что же стало основной причиной перемены? И вот эти данные дадут нам гораздо больше, чем условное понимание, за что нас любит клиент. Ну, если мы говорили бы о той же кондитерской, то замечания там были бы очень стандартные. Мне нравится, что у вас вкусно, и вот дизайн мне нравится. Ну, то есть, как вы знаете, такая абсолютно неприменимая вещь. Поэтому смещаем фокус с просто удовлетворенности на процент пользователей, да, который очень сильно расстроится, если вы уйдете с рынка. Следующий показатель, который важен, да, и который можно оценивать, это Net Value Score. То есть, если мы до этого говорили про NPS, то это NVS. Показатель, который вычисляется как разница между общей ценностью, полученной пользователем от продукта, и, по сути, затратами на его использование. Тоже достаточно важный показатель, который можно смотреть и понимать, собственно, насколько ценно то, что вы даете. Тут тоже, да, еще хочется сказать вообще в примере того, вообще нашей сегодняшней лекции, в примере того, какие примеры я вам приводила, как бы это ни звучало, да, тавтологии много. Но заметьте, что зачастую продукты, которые действительно в итоге попадают в сердечко людям, которые запоминаются и которые человек любит, ну, как бы, да, и постоянно использует, они на первичных этапах зачастую закрывают очень простую, понятную боль. Даже если вернуться к тому же примеру, да, с MySpace и Face, то давайте посмотрим, да, какие все-таки разные продуктовые цели ставили перед собой два сервиса. То есть MySpace, он тогда сосредотачивался на максимальной, как бы, да, кастомизации страниц пользователей, то есть они делали фокус на это, а Face, он сосредотачивался на простоте использования, ну, как бы, и взаимодействиями, да, чтобы было удобно общаться пользователям между собой. И выиграли в итоге вторые. То есть людям не нужна была эта максимальная кастомизация, им нужно было общение, и нужно было, чтобы оно было очень понятным, без невидимых барьеров, без сопротивления, чтобы весь вот этот функционал, который предоставляет, собственно, сервис, он был очень видимым, понятным, ну, и было вообще ясно, куда нужно нажать для того, чтобы получить то, что ты хочешь получить. И я здесь, перенося это, да, на какие-нибудь обычные малые бизнесы, точно могу сказать, что если вам пока кажется, что очень много маркетинга, непонятно, с чего начать все-таки, то одна из лучших идей, это будет сосредоточиться на единственном каком-то ценностном предложении. То есть вот у вашей аудитории 100% есть какая-то одна боль, которую вы действительно можете классно решать, и если уж у вас стоит выбор все-таки, как двигаться, какую цель выбрать, как, да, не остерять этот фокус, то я бы сфокусировалась вначале на том, что вы будете качественно закрывать одну эту цель на 100%, чтобы человек не мог от вас отказаться, у вас будут постоянные повторные транзакции, вам будет легко продвигаться, к вам будут приходить именно за этим, и уже тогда, когда вы будете получать постоянные транши, то есть вы точно будете понимать, что у вас есть деньги на реализацию дальше, а вы не, там, ждете от перевода до перевода или от клиента до клиента. То есть когда у вас уже будут постоянные поступления, на этом вы сможете выстраивать весь свой маркетинг дальше. Вы можете работать над остальными продуктами, тестировать разные другие ценностные предложения и в целом улучшать и свой продукт, и свой маркетинг. Поэтому однозначно здесь можно сказать, что сколько бы много показателей я сейчас не назвала, важнее всего все-таки быть в коммуникации с аудиторией, понимать, какую глобальную проблему вы закрываете и точно ли ваш продукт мэчится с вот этой главной проблемой. Потому что я здесь всегда привожу пример, что продукт и боль аудитории – это, знаете, как игра в гольф. Вот ваш продукт – это мячик для гольфа, а лунка – это боль, и мячик должен точно попасть в лунку, и никак иначе. И если вы достигаете вот этого эффекта, то на остальное, в принципе, это уже остальное – это вопрос улучшения. Самое главное вначале обеспечить вот это точное попадание. Я надеюсь, вам сегодня было интересно, что вы услышали для себя что-то новое, услышали показатели, которые вы пойдете измерять, или услышали то, что измерять точно не нужно, и теперь сместите свой фокус с одного на другое, но мы с вами услышимся в следующих выпусках. Всем пока!